И сегодня у меня, в принципе, будет тема, которая разделится на три части. На три части, я имею в виду, что на три дня, на три раза, на три служения. Потому что мы просто не будем в состоянии сейчас все сразу взять. И тема эта, можно как бы общую тему назвать, это не сегодняшняя тема, но общая тема этих всех дней, просто как вопрос, да, почему я не вижу ответы или результаты на молитвы. Потому что это очень важная мысль, и люди часто, как бы, у них появляется впечатление, что вроде бы где-то недомолились, надо еще чуть-чуть помолиться, и тогда может Бог, как бы, явит свою милость. Вот когда наберется сосуд молитвами, тогда Бог изольет свое благословение. И поэтому задается вопрос, Бог нуждается в каких-то сосудах, набирает Он это, или в нас проблема? И для того, чтобы понять просто вот эти все наши положения, и начать получать конкретные ответы, я просто разделил это, как бы, на три мысли, и первая мысль, которая сегодня будет, она называется, да, или должна, как бы, я дал название, мы должны знать Бога. Мы должны знать Бога, или, я как бы, оно как получается, так, или другая тема к этой же теме, да, Бог зависит от нас. Да, короче, вы можете выбрать, как вы его назовете сегодня, эту тему. Мы должны знать Бога, или Бог зависит от нас. Это, конечно, такой тяжелый, вызывающий такой предмет, да, как это так, Бог зависит от нас. Конечно, это очень сложно, как это будет. Как это будет, как это будет? Бог зависит от нас. Но мы сегодня посмотрим в Библию и видим просто очень интересные вещи. Вы знаете, я слышу часто такие, как бы, выражения людей, христиан, которые говорят, о, сегодня было такое хорошее служение, мы пережили такое благословение, нам это хватит на всю неделю. Вы слышали такие? И сами, наверное, говорили. Я тоже переживаю хорошие служения. Когда просто приходишь домой, думаешь, классно было сегодня. Но, родные, если мне этого служения хватило на неделю, то это проблема, не правда? Давайте я просто приведу два разных примера других к этой теме. Я сегодня очень хорошо покушал. Было так вкусно. На целую неделю хватит. У меня жена просто как накормит. Класс! Вы знаете, на следующее утро желудок еще больше просит, не правда? Особенно потому, что хорошо покушал. Там уже вроде бы хватало. А вот, когда хорошо покушаешь, на следующий день ты уже такой голодный. Или я чищу каждый день пять минут зубы, а сегодня пятнадцать, на всю неделю. Классно, да? Мне кажется, будет плохо. И поэтому, родные, просто для меня встает вопрос, ты серьезно или тебе серьезно хватает одного дня в неделю общения с Богом? И я просто вижу такую тенденцию в христианстве у людей, которые называют себя верующими. Я знаю даже верующих людей, которые ходят два раза в год в церковь. Им хватает. Но это что вообще? Это откупиться, да? Это как праздник. Просто откупиться, сказать, Бог, я здесь, у меня все окей. А когда мы начинаем вдруг искать у Бога ответы, то мы начинаем психовать, как маленькие дети, не правда? Ты где? Ты чего меня не слышишь? Да сколько мне? Да мне надо, наверное, еще помолиться еще больше. Бог не отвечает. И поэтому мы сегодня рассмотрим вообще, кто такой Бог. И поэтому мы сегодня рассмотрим вообще, кто такой Бог. Потом следующая тема, следующее воскресенье будет, кто такие мы? И потом на следующее воскресенье мы посмотрим, как молиться. Это просто важные вещи, в которые мы должны как христиане врасти, войти. Потому что, если мы начинаем перегинать какую-то из этих частей, то мы просто не понимаем Бога. И тогда получается, мы вдруг начинаем молиться, арем, кто знает что, гром гремит. или шепотом. Но во всяком случае мы полностью меняем перед Богом наше нормальное человеческое отношение. И для меня просто стоит вопрос. Да, я стал заниматься, смотреть, как Иисус вообще молился. Вы в Библии смотрели, как Он молился? Вы в Библии смотрели, как Он молился? Его молитв на жизнь было очень интересной. Такой интересной, что в принципе ты даже по Библии, если ты читаешь Евангелие, можешь задаться вопросом, а вообще Он молился? Но, когда мы вдруг поймем, то мы замечаем, что Он все время молился. если мы начнем, то мы будем понимать, то мы проверим, что Он все время был в конкретном общении со своим Отцом. И так, родные, для того, чтобы быть с Ним в общении, мы должны научиться, мы должны понять, кто Бог, мы должны понять, кто мы, и тогда мы поймем, как нам с Ним разговаривать. Аминь. Аминь. Сегодня я выписал просто для меня, там можно много взять пунктов, но я просто выписал семь вещей, которые я некоторые просто быстро скажу, а другие мы просто остановимся и рассмотрим чуть больше. Итак, первый момент. Мы можем сказать, что Бог вездесущ. Извиняюсь, я тоже второе прочитал, Бог вездесущ. По-русски оно как бы два раза. Переводится по-немецки. Тогда первый я знаю, все знающий, можно так сказать. Бог всезнающий. Да? Мы в этом даже, нам не надо говорить, Библию открывать, ничего, да? Никого? Или кто-то скажет, нет, я другого мнения. Мы это все знаем, понимаем, да? Бог все знает. это Бог, это Бог, это его качество. Это его качество. Да? Следующий момент у нас есть, Бог вездесущ. Он везде находится. Да? Где ты не будь, ты везде найдешь Бога. Игал, wo du hingehst, egal, wo du bist, überall wirst du Gott finden. Давид говорит, я был в утробе матери, ты был там со мной. Давид sagt, ich war in dem Bauch meiner Mutter und da warst auch du mit mir. Интересные вещи. Итак, Бог находится везде. Und so, Gott befindet sich überall. Если мы возьмем следующий момент, мы скажем, что Бог правитель или Бог владыка. Und der dritte Punkt ist, Gott ist Herrscher. Мне кажется, тоже никто не будет спорить, да? Потому что это все знают. Веришь ты сегодня в Бога, не веришь ты в Бога. Это, как бы сказать, стандартное описание Бога, да? И следующий момент, мы можем сказать, что Бог есть Дух. Это тоже естество, которое мы отлично приписываем сразу Богу. И мы здесь, нам не надо ничего, не ссориться, ничего. И это есть момент, где мы не можем darüber streiten. Но теперь я хочу посмотреть другую часть Бога, которая для меня очень важная. И я просто подменял, это будут следующие три момента, которые мы рассмотрим. Это будут следующие три момента, которые мы рассмотрим. Но я как бы их подставил под заголовок и написал, что Бог зависит от нас. И вот здесь у нас появляется проблема, не правда? Как это Бог может зависит от меня? Wie soll это gehen? Бог может зависит от меня? Он может и без меня. Он может и без меня. Он может без меня. Он может без тебя. но он не может без человека. Понимаете правильно. Если ты сегодня говоришь, да, он может без меня, то да, он может без тебя, но он будет искать себе другого, с которым он это сделает. Итак, Бог нуждается сегодня именно в тебе. С одной стороны мы можем сказать, как это так, а с другой стороны это так приятно. И в этом именно раскрывается вся картина Бога, что он по своей собственной воле считается с нами людьми настолько сильно, что он говорит, я нуждаюсь в тебе. Но мы должны понять Бога. Это очень большая часть понимания Бога. мы должны понять, что он нуждается сегодня во мне. Это сблизит меня с Богом, родные. Я просто расскажу пример с моими ребятами. Они сильно хотели, чтобы я сделал что-то, но у меня по времени все не получается. И я, в принципе, говорил, проблемы нету, вы можете делать. Но я не мог делать, хотя я хочу. Понимаете? И теперь просто ребята вошли в такой возраст или доросли в уме, что они сказали, а знаешь что, мы просто возьмем и сделаем. И как вы думаете, это меня радует или огорчает? Я горжусь им, не правда? Я горжусь. Они где-то переступили через ступень, они начинают делать что-то другое. И вы знаете, Бог сегодня стоит на тобой и говорит, я нуждаюсь в тебе. Когда ты поймешь, что я не могу двигаться дальше, если ты не двигаешься. Мы ждем и говорим, Бог, когда ты это сделаешь? Когда ты изменишь? Мы ждем и говорим, Бог, когда ты это сделаешь? Он говорит, я так хочу. Когда же ты начнешь? И он говорит, я хочу это так сильно. Вон ты наконец-то начнешь? И понимаете, какая проблема у Бога? У него большая проблема. И поэтому давайте мы посмотрим чуть-чуть дальше. И следующий пример, я еще здесь не буду цитировать местописание, номер пять. Бог не зависит от времени. Это тоже качество Бога. Да? Если он не зависит от времени, то мы можем сказать, что он видит будущее, или же вернее, или точнее, можно сказать, он живет в будущем. Да? Мы сегодня живем на земле этим днем. даже не только этим днем, да? А этой секундой. И мы можем просто предусмотреть, ну, как бы сказать, ну, вот следующий вот час, полчаса, мы можем сказать, хорошо, мы примерно знаем, что сейчас вот мы послушаем до конца проповедь, и потом что-то сделаем, поедем домой или куда-нибудь еще. Но, родные, мы даже не можем точно сказать, да, какой дорогой, что будет по дороге, да, кого мы встретим на дороге, мы ничего не можем сказать. мои любимые, мы не знаем, как мы сейчас находимся, или как мы встретимся. А Бог живет в вечности, Он живет в будущем. Понимаете? Итак, Бог сегодня тебе может, в принципе, сказать наперед, что у тебя будет, или что тебя встретит, если ты поедешь этой дорогой. Понимаете? Но, weil Бог auch в будущем может, может, он тебе сейчас скажет, что будет происходить У меня были такие моменты, я просто еду, и просто мне Дух Святой говорит, поверни направо, еду так, включи навигатор, но еду направо сейчас. Я думал, что такое? Да? Дорога, все свободно, ничего не стоит. Почему у меня сейчас вот эта мысль, поверни направо, еду направо. в том, я сейчас в этом е, что, и нахер направо, и нахер направо, и нет, и И вот я еду эти шесть километров и там перекрытие. Ничего перед этим нету, но дороги дальше нету. И мне приходится разворачиваться, ехать назад, включать навигатор. Но я ехал за ребенком, и здесь я уже чуть поздновато выехал, то в принципе уже здесь как бы спешка была у меня, понимаете? И так мы замечаем, Бог очень точно знает, куда, что и вовремя говорит. И Бог хочет с тобой говорить. Если мы научимся слышать Бога, то у нас появится очень много возможностей. Понимаете, Рны, это очень важная вещь. Я буду говорить на эту тему конкретнее в следующее воскресенье. Просто перед нами открываются порталы, которые мы получаем. Родные, мы просто не можем быть неуспешными. Понимаете? Потому что если мы научимся слышать всегда голос Бога, Он просто будет нам вовремя всегда все говорить. Это прекрасно, не правда? Это прекрасно, не правда? Представь себе, Он сегодня говорит тебе, иди на работу, скажи шефу, я увольняюсь. У меня будет завтра другая работа. Стэйте вовремя, Готт скажет тебе, гей к твоему шефу и скажи ему, я кюнди гею, я буду обморгенную другую работа. Просто скажешь, что-то у меня сегодня не то. И ты просто скажешь, что-то у меня сегодня не то. Наверное, сильно вкусно покушал. Vielleicht habe ich zu lecker gegessen. Понимаете? А представьте себе, если Дух Святой это говорит, Он все готовит. Но мы не в состоянии Его слушать. И это так часто у нас в жизни случается. Почему? Потому что мы не знаем Бога. Поэтому, родные, следующий момент, шесть и семь, очень важны для нас. Бог уже все сделал. И поэтому Он уже существует или пребывает в законченном деле. Он для тебя уже сделал самые классные моменты в жизни, которые полностью в твоей жизни могли бы быть самыми приятными моментами. Но тогда, почему мне так плохо? Понимаете? Мы сейчас пойдем в эту тему. Но перед этим мы сейчас посмотрим, что вообще Бог сделал. Первое Иоанна, 17 глава, 4. Я прославил тебя на земле, совершив работу, которую ты мне поручил. Родные, вы знаете, почему у Иисуса была такая, можно сказать, вроде бы короткая, но успешная жизнь? Вы знаете, потому что Он все точно знал, как надо делать. Я просто, когда читал, я задался всем вопросом, Бог, а я могу сказать, я все так сделал, как ты мне повелел. Я вспомнил раньше, да, я как бы молился и говорил так, Бог, я все даю Тебе. И я вспомнил. И сразу такие мысли, вдруг Бог там начнет меня мучить чем-то. Понимаете, родные, это такой момент, где я просто говорю, с одной стороны я согласен Богу все дать, а с другой стороны вдруг пойдет не по моей воле но родные Иисус победил дьявола это потому что воля Бога благая для нас понимаете поэтому Иисус победил и теперь для нас сегодня только самое хорошее что Бог хочет дать и я сегодня могу полностью задать себе вопрос и сказать я все правильно сделал или нет Иисус я понимаю тебя или нет Иисус здесь говорит я все совершил как ты мне поручил Иисус sagt я все сделал что ты мне поручил Иоанна 19 30 Иисус попробовал вино и сказал совершилось сказав это он уронил голову на грудь и предал дух родные Бог все сделал и поэтому Иисус здесь говорит совершилось больше больше чем Иисус здесь нам послужил уже не может быть mehr и мы и мы это должны понимать в нашей жизни мы должны это принимать и мы должны это понимать если у нас проблемы то мы не понимаем просто самых корней то мы не понимаем я это говорю себе в первую очередь я не осуждаю никого я просто смотрю есть просто разница между знать и делать и сегодня я хочу просто нас как бы разбудить чтобы мы не только были теми кто знает но чтобы мы были теми которые делают и поэтому я хочу нас сегодня увлекать чтобы мы не только люди которые знают но и люди которые знают 1 Коринфянам 15 глава 27 и 28 потому что Бог все поверг ему под ноги но хотя и сказано что все повернуто и ясно что за исключением того кто все ему поверг когда же все будет ему подчинено тогда и сам сын будет подчинен тому кто все подчинил ему чтобы Бог был все во всем интересное место здесь интересно родные здесь 27 стих говорится Бог все поверг ему под ноги а 28 когда же все будет ему подчинено тогда понимаете родные родные сперва мы просто думаем подожди Павел здесь пишет все подвергнуто Иисусу а с другой стороны подожди выходит опять не все аминь аминь Бог Иисусу все подверг к Его ногам. Он победитель, Ему все принадлежит. Он всемогущий. Но одна проблема у Бога еще остается. Он нуждается в тебе. И вот пока мы не войдем в этот корень, просто вся история еще не закрыта. Это еще единственный момент, где просто Сатана этим пользуется, родные. Именно обмануть нас, увести нас от Бога, вести нас в неверие, или изменить нашу веру, чтобы мы верили не в то, что хочет сказать тебе сегодня Бог. Почему? Потому что если мы открываем Ефесянам первая глава, 22 и 23, Ефесянам первая глава, Ефесянам капитал 1, 22, 23, здесь написано очень важная вещь. Бог все покорил под ноги Христа, опять то, что мы уже читали, да? Поставил Его владыку всего главой церкви. И кем является Церковь, которая является его телом, полнотой того, кто наполняет все во всем. И кто сегодня нуждается Бог? Он нуждается сегодня в нас. Он сегодня у Него все покорено, все в порядке. Он все сделал, он больше сделать не может. Но одна загвоздка осталась, еще одна единственная загвоздка. Это мы. Понимаете? Да, что он говорит, что он глава церкви, а церковь является кем? Его телом. Почему? Потому что он говорит, что он глава церкви, а церковь является кем? Я там вижу больного человека. Я хочу ему помочь. Я хочу ему помочь. Пойди-ка туда. Гей mal dahин. Положи руку на него. Лег deine Hand auf ihn. Чтобы он встал и пошел. Damit он встал и пошел. Понимаете, родные? Там есть ребенок. Dort gibt es ein Kind. У которого может в детстве уже что-то случилось, он чем-то болеет неисцеляемым. И его мама молится и теряет веру, уже просто сомневается во мне. Пойди-ка туда и сделай это. Как вы думаете, слышит Бог ее? Слышит. А кто не слышит Бога? Вальтер. Я просто специально взял себя сегодня. Вы можете с удовольствием поменять имя. Понимаете? Родные, сегодня загвоздка во мне. Бог хочет делать. Он уже все сделал, но тело почему-то не шевелится. Он уже все сделал, но тело почему-то не шевелится. Он слышит молитвы. Он hört die Gebеты. Там сосуды наполнять не надо ничем. Мы должны эти Gefäße не фüllen mit Гебетам. Они уже наполнены. Weil sie schon gefüllt sind. Перед тем, как мы скажем слово, он знает, в чем мы нуждаемся. Но проблема в том, что мы не слышим его слов в нашем сердце. Но проблема в том, что мы не слышим его слов в нашем сердце. Понимаете? Последний пункт, седьмой, это я написал, Бог не может сделать больше, чем уже сделал. И если мы сегодня ждем момента, когда он придет на белом коне, то я просто хочу тебе сказать, не дождешься. Ты можешь долго ждать. Не дождешься. В твою жизнь он не придет на белом коне, если ты ждешь этого. А знаешь, почему? Потому что он уже там. Он уже пришел. Он уже говорит, что я царь, мне принадлежит все. Я самый сильный и богатый. А ты кого-то ждешь. То значит, ты что-то не заметил. И поэтому не дождешься. Вы знаете, Иисус говорит в Матфея 23, глава 37 стих. Очень важное место. в Матфея 23, 37, Иисус говорит, что это было очень важное место. Бог, ой, извиняюсь. А, да, правильно, это я уже здесь перепрыгнул опять. О, Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями, посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать твоих детей, как птица собирает своих птенцов под крылья, но вы не захотели. о, Иерусалим, Иерусалим, так часто, так интенсивно, так усердно с вами работал. И Иерусалим, я так хотел вас собрать всех, но вы не хотели. понимаете, родные, сегодня Иисус стоит точно так же в твоей жизни. И Он просто хочет, чтобы ты начал прислушиваться к Его голосу, чтобы ты начал что-то делать, потому что Он уже все сделал, но ты не хочешь. Я не хочу. Вы знаете, родные, как я часто злюсь на меня. Я просто еду на работу, у меня там молитвенные отношения с Богом, я зарядился, я говорю, Иисус, приеду домой, да, и вечером, да, когда все пойдут спать, я опять встану, пойду в зал, и там будет у нас общение. Я представляю Иисуса, ура, ура, понял? И вечером Иисус ждет, а Вальтер такое помните или нет? А потом утром встаем и думаем, Иисус, у меня там проблемы, а что-то не решается. Я нуждаюсь в вопросе, а что-то нет ответа. Иисус говорит, я тебе вчера хотел все рассказать. Я тебя вчера хотел в духе перевести, чтобы там разбомбить твои проблемы. Но ты был сильно уставший. Это как Петр. Понимаете? И вот поэтому сегодня я хочу просто еще раз задать вам вопрос. Понимаем мы, кто такой Бог? Да, мы понимаем, Он Дух, Он весь Иисус, Он всевидец, Он, конечно же, Владыка мира. Это такие религиозные вещи, которые мы описываем Бога, великого Бога. Но родные, понимаете, этот Бог так далеко от меня, персонального человека. Это так важно. Это так важно, понять, Он хочет быть твоим Богом. Он хочет быть вашим Богом. Поэтому давайте мы просто на этой неделе, у нас будет следующая неделя следующая тема, да? А на этой неделе просто это домашнее задание, просто начнем искать Бога, смотреть, переживать Его в нашей жизни. Хорошо? Я верю, что мы на следующей неделе возьмем следующий очень важный урок. Я ее так назвал, я сейчас просто вам чуть-чуть наведу на вкус. Там такое название будет в следующей неделе, когда Бог встречает другого Бога. И да, это будет важно. А сейчас давайте мы просто встанем и скажем, Иисус, Дух Святой, мы просто хотим тебя больше понимать в нашей жизни. Родной мой, я знаю, что ты сегодня действуешь в жизни нашей. Ты все сделал для нас. Ты больше ничего не можешь сделать. Ты можешь ничего не сделать. Все зависит сегодня от меня. так часто мы тебя просим о чем-то, что ты уже давно решил. Ты смотришь на нас, как мы мучаемся. ты смотришь на нашу жизнь, ты смотришь на нашу жизнь, ты смотришь на нашу жизнь, но мы не понимаем. Но мы не понимаем. Мы клянчим дальше. потому что мы обманутые, потому что мы не понимаем тебя, потому что мы не научились искать и увидеть тебя нашим персональным отцом. и поэтому в этой неделе мы просто хотим понять этот урок в нашей жизни. мы хотим пережить тебя. Мы хотим пережить тебя. Мы хотим пережить тебя. Мы будем брать время для общения с тобой. Для простого общения. Для общения с самым любимым на этом свете. Я верю, это будет нас сносить с ног. Мы будем готовить себя и записывать пережитое для того, чтобы смотреть, что творится в нашей жизни. Я верю, что ты будешь говорить нам, что ты к нам и приходим к тебе, то ты уже там. Ты всегда вперед нас. Ты не опаздываешь. Опаздываем мы. Мы и сегодня просто хотим это изменить в нашей жизни. И сегодня мы просто хотим это их изменить в нашей жизни. Я верю, что это будет классным Уроком. И я glaube и дан, что это что у нас будет to . как это будет именно в покам what это будет. Аминь. 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 Редактор субтитров А.Семкин